все запись у нас идет поэтому можем начинать всем добрый день кто присоединился уже очень рада вас видеть еще кто будет доходить будут присоединяться в процессе сегодня мы проводим эфир прожарку сканга будем отвечать на все ваши удобные неудобные провокационные вопросы о преподавании и если у кого-то будут вопросы онлайн тоже можете либо озвучивать голосом в конце эфира у нас будет специально отведенное время для этого либо писать комментарии где я тоже передам все вопросы а не она у нас сегодня будет отвечать на вопросы с точки зрения преподавателя поэтому давайте пройдемся по техническим моментам и передадим слово так можно немножко следующий слайд немного листнуть да друзья у нас такие организационные моменты эфир у нас будет длиться примерно один час запись потом обязательно будет и в telegram канале на youtube и на нашем сообществе вконтакте как я уже сказала задавать вопросы можно онлайн либо в комментариях к посту и если вы уже сейчас смотрите в записи то все равно пишите свои вопросы под постом даже если это через месяц три-четыре и так далее мы всегда следим за комментариями и на все оперативно ответить и можно следующий слайд да вот на этом моменте давайте познакомимся с нашим сегодняшним основным спикером я буду помогать по технической части а она сегодня будет отвечать на вопросы она добрый день добрый вечер уже пожалуйста расскажите немного о себе о своем опыте да всем еще раз добрый вечер надеюсь вы уже отдохнули после своего рабочего дня вот может быть кстати у кого-то только начинается кстати и бывает такое в общем меня зовут анна сладкова я преподаю skyeng с 2018 года уже почти вот шестой год по моему идет или уже 6 не понимаю в цифрах я же гуманитарий вот я являюсь амбассадором sky teach sky smart и также работаю сейчас уже в премиум направлений я по образованию лингвист еще у меня есть магистратура вот ну собственно давайте пойдем значит сегодня мы ответим на самые неловкие вопросы про преподавание в skyeng расскажем про внутренние процессы и раскроем все мифы про онлайн школу в общем первый вопрос конечно же касается денег да которые мы все хотим и все любим он звучит так у вас такие вкусные условия везде написаны сколько на самом деле получают преподаватели и почему везде разная информация разная информация потому что у нас есть два направления есть направление стандарт и есть направление премиум соответственно в премиум направлении зарплата она побольше да то есть средняя ставка за урок до 50 ой 50 6 рублей до 500 60 рублей и повышенная ставка может достигать до 700 рублей я расскажу про себя так как у меня ставший уже большой он больше пяти лет то мой урок сейчас стоит пятьсот шестьдесят рублей так и стоит на премиум направлений и получается самый высокооплачиваемый мы вы у меня шестьсот восемьдесят рублей достигает как это строится это строится от студентов чем больше занимается у вас студент то есть если он занимается больше ста уроков то соответственно бонусы за него вы получаете больше они там сто с чем то рублей то есть к вашей ставке к основной пятьсот шестьдесят рублей например да плюсуется еще и бонус за студента студенты чем больше занимаются тем выше ставка там есть плюс шестьдесят рублей насколько я помню честно не буду брать но чем от 20 уроков по моему начинается уже повышение вот и в общем все это плюсуется значит что дальше у нас да вот почему бывают разные информации давайте тоже проясним этот момент про разные направления которые у нас здесь частности представлены направления для взрослых студентов поэтому тоже и вилка дохода и ставка может отличаться ну да но собственно вот здесь у нас требования для стандартного направления уровень опор интермидиет опыт преподавания и вам нужно открыть от 12 часов в неделю если вы идете на премиум направлении то у вас должен быть уровень advanced языка опыт преподавания от трех лет от 20 часов в неделю и высшее образование собственно нас ну вот как я например я сначала работал на стандартном направлении и потом когда у меня уже было больше трех лет работы можно переквалифицироваться на премиум направления сейчас например активно набирают уже изначально премиум направления то есть раньше в принципе насколько я помню года два назад нельзя было сразу прийти на премиум то есть отбирались стареньких учителей сейчас такая возможность есть и это супер я считаю но они все берут да это же здесь дополню что и сразу на премиум направлении можно устроиться если вы проходите по определенным условиям и также если вы сейчас работаете например на стандартное управление или если вы проходите аудио интервью и тренировочный урок и вам не хватает каких-то навыков у нас сейчас есть возможность до обучения то есть вам предлагается бесплатное внутреннее обучение где вы сразу можете после него перейти на премиум направление тоже такая возможность минут вот этот этап стандартного направления перейти сразу на премиум соответственно повышенный доход кстати еще по поводу премиум направления вот здесь нет информации такой если вы обучаете например егэ да у вас направление то это сразу премиум то есть у вас если вы преподаватель который готовит к егэ вы сразу идете на премиум то есть сейчас все экзамены они чисто премиум направления и если вы допустим хотите переучиться на преподавателя который готовит к егэ то вам предоставит это обучение я лично училась на этого преподавателя год назад по моему но и сейчас конечно я тоже повышаю квалификацию постоянно что егэ на такое она меняется поэтому можно готовить к егэ в skyng тоже кстати там очень классные материалы лига отлично может быть дальше так следующий вопрос не понимаю где как в итоге у вас проходят уроки то про платформу говорите то про готовые материалы это можно где-то посмотреть но собственно здесь готовые материалы и платформа это синонимы платформа это есть готовые материалы давайте мы сейчас посмотрим наверно сразу вот здесь вот собственно вас так выглядят все курсы как вы видите они здесь разделены да вот есть kids primary 7 9 лет потом есть у нас kids preschool 46 потом у нас есть general english это для взрослых здесь тоже куча-куча видите и грэмор есть и spoken и бизнес и чего-то тут нету профессионал медиа тут где-то еще была вот эта штука да и kids junior exams то есть это целый блок для подготовки к экзаменам да ну собственно вот и бизнес английский есть аудиобукс кстати тоже хорошие вещи если мы берем направление детское да то что я в нем хорошо разбираюсь здесь у нас есть и обучение чтению есть и уроки направленные на летние курсы да то есть они такие они более сказать там более разносторонние и более интересно я думаю ну как раз летом чтобы заинтересовывать детей вот что еще есть ну и если малышей там какие-то мультики по приключения вот этого элла который там главный персонаж и собственно мы там работаем вот такие дела значит это как выглядит у нас задание да непосредственно здесь у нас мы должны вставить нужные слова также что самое классное есть встроенный словарь то есть если например ученик который не знает слова чтобы вы не переводили все 50 раз он нажимает на слово и высвечивается перевод он его сразу автоматически может добавить свой словарь да и потом у него в кабинете но это кабинет учителя конечно в личном кабинете будет высвечиваться вокабиллари и он будет дома тренировать эти слова очень кстати удобно да не будем их выписывать в отдельную тетрадочку лесоварика как в школе по поводу кабинета как выглядит кабинет учителя собственно вот так вот он и выглядит здесь у вас отображает зарплату которую заработали очень приятно не посмотреть да здесь сколько уроков в школе вы провели сколько уроков за месяц у вас запланировано здесь 117 сколько уроков вы уже провели кстати по поводу я не помню кстати ольма говорили про бонусы или нет следующий слайд они будут они будут дальше ну ладно тогда запомнили что преподавать идет 117 уроков потому что ему потом придут бонус в виде 5000 рублей если кстати преподаватель идет 100 уроков в месяц порог у него преодолен плюс 5000 к зарплате если 150 плюс 10 тысяч зарплате это приятная штука не во всех школах она есть вот так выглядит ваше расписание вы здесь кстати можете еще добавлять личные события она у нас такое широкофункциональная можно как и учеников здесь смотреть переносить отменять уроки добавлять уроки вы сами кстати можете это делать плюс еще добавлять свои личные события например там сходить к стоматологу вдруг вы забудете пусть тоже будет так что у нас дальше есть а как можно пользоваться готовыми материалами если у всех разные запросы и потребности получается нет никакой персонализации ну я вам уже показывала наличие курсов давайте я вам еще раз покажу вот они какие огромные давайте расскажу свои кейсы у меня есть ученики которые достаточно разносторонний и мы берем абсолютно разные курсы у меня есть близнецы мальчики у которых уровень языка в седьмом классе c1 и мы с ними занимаемся по general english для взрослых мы с ним взяли advanced потому что ну собственно у них настолько высокий язык что advanced им подходит остальные все они просто прошли уже до этого не занимать в skyeng уже мне кажется 4 4 года где-то вот дальше у меня есть ученики с которыми я комбинирую я комбинирую например беру с ними kids primary что-то беру из kids preschool если это сильные маленькие ученики например то есть как раз персонализация она здесь есть потому что если вы например только начинаете преподавать конечно вам будет тяжеловато потому что огромное количество материалов но потом когда вы уже встроитесь в систему вы будете только так гонять по этим курсам и собственно найдете все что вам нужно и по грамматике и по чтению и по аудированию это вообще не проблема вот поэтому здесь как бы как раз и есть персонализация достаточно неплохая причем но если вам очень сильно нужно вы можете также добавить на доску свои свой какой-то материал он также закрепляется вы можете по своим можете делать демонстрацию экрана это на платформе тоже доступно чтобы показывать что-то там например дополнительно то есть все платформа позволяет делать все что вы хотите и видео добавлять тоже можете и давайте вот здесь еще я дополнительный вопрос вернемся немного к расписанию на минутку расскажите как вот у вас на практике выглядит процесс переноса и отмены уроков если вдруг такое происходит как это работает с точки зрения личного кабинета где вы это видите приходит ли вам какие-то уведомления так ну смотрите я вообще со всеми учениками поддерживаю связь вот сапе то есть если кому-то нужно что-то перенести они мне пишут анна мы не можем у нас сегодня танцы до можно перенести на пятницу я нажимаю например вот на андрея я нажала и там появляется перенести урок там и до перенести урок отменить урок даже появляется по каким причинам по личным не по личным ну собственно вы переносите выбираете дату и время которое вам комфортно и переносить но здесь еще важно понимать правила школы да то есть в каждом направлении есть свои правила по поводу переносов и отмен это тоже нужно прям четко понимать потому что давайте я скажу за премиум в премиум можно отменить урок за четыре часа до начала если вы отменяете например позже ну например вот урок в четыре дня вы отменяете в два часа дня то урок списывается баланс но это с точки зрения преподавателя да с точки зрения с ну вашу пользу да получаете эти деньги без бонуса за ученика но как бы голую ставку но это приятно согласитесь да что вы собственно и не потеряли в доходе при этом у вас освободилось окно если например вы не можете коммуницировать с учеником ну такое бывает очень редко то они пишут менеджеру и в вашем личном кабинете появляется плашка там допустим семен хочет перенести урок и вы можете либо подтвердить либо отменить да собственно вот так но я думаю что вы потом просто будете коммуницировать с ними вот сапе так намного удобнее и вы как бы ближе к родителям лояльность повышается и собственно вот это это вообще не проблема но я говорю что нужно учитывать правила школы потому что отлично да не было такого что а куда у нас пропали уроки вот туда не пропали меньше над гулять так дальше что у нас вы часто пишете подобно вы часто пишете продавал бонусы которые есть skyeng что они себя представляют ну я уже до рассказал давайте еще раз расскажу потому что деньги хорошая часть приятная часть значит чем дольше занимается ученик тем больше вы за него получаете бонусов также есть бонусы за проведение 100 уроков в месяц это плюс 5000 как я еще уже сказала и 150 уроков это 10 тысяч плюсом зарплате также есть всякие ну маленькие бонусы если вы например там проводите 5000 уроков вам 5000 уроков по зарплате прибавляют ну опять не уроков опять тысяч но это разовые акции как бы поощрительно 10 тысяч соответственно 10 вот что еще также школа проявляет лояльность к учителям это тоже надо отметить этого здесь не было но я от себя скажу что в низкий период загруженности это например новогодние праздники либо летние каникулы порог бонусов снижается то есть если например в обычные месяцы это 100 уроков то летом могут сделать 90 то есть вы провели 90 вы получили плюс 5000 зарплате то есть школа тоже проявляет лояльность все 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 понимают да как бы в этом тоже ну плюс достаточно большой вот дальше слышала что в skyeng не хватает учеников особенно летом у вас летом недобор по часам лично у меня если ко мне вопрос нормально летом но значит есть да бывают моменты когда у преподавателя недобор здесь нужно понять такую вещь у вас есть профиль если вы как бы преподаете уже здесь советую на это обратить внимание либо если вы собираете здесь преподавать у вас должен быть красиво оформлен профиль о чем я говорю во первых это фотография фотография не должна быть сделана как бы мамой ночью чтобы вас не было видно плюс это должно быть видео обязательно сейчас она по желанию насколько я знаю но вот надо пожелать чтобы оно было потому что на видео вы говорите вы выглядите вас видно расскажу несколько кейсов из своего примера у меня есть очень сложный ученик мальчик-подросток он сменил трех преподавателей в skyeng и мама сказала что она выбирала сидела выбирала учить учителя и так как у меня ну я достаточно живой активный человек с чувством юмора то она это увидела на видео на горит я думаю что вам с ним будет комфортно собственно комфортно мы уже три года занимаемся вот я не раз слышала от родителей что они выбирают по профилю они смотрят видео они слушают аудио как вы говорите им это действительно важно потому что вас выбирают вот надо это помнить собственно здесь зависит от вашего профиля бывает так что например я открываю часы и они сразу забиваются при всем при этом я слышу ситуацию когда преподаватель говорит что у меня там уже месяц нет учеников вот у кого-то сразу у кого-то месяц нет собственно да профиль очень сильно влияет на вашу здесь еще дополним что мы говорим про профиль который у вас находится на платформе когда вы проходите все процессы регистрации когда вас добавляют на платформу вас есть возможность написать информацию себе вот добавить это самое видео все расписать рассказать чтобы уже ученики будь это взрослые студенты или родители детей из всех преподавателей смотрели и выбирали кому на уроке собственно пойти ну да это так да конечно к вам очень легко устроиться любой первокурсник сможет преподавать ответ влияет на качество ну здесь я думаю что это относится больше к негативным комментариям которые люди начитались в интернете могу лично про свой опыт сказать в 2018 году когда лишь только китс открывался направление преподавать или было не так много но уже был при этом строгий отбор лично я прошла со второго раза сейчас уже второй раз никто выбирать не будет потому что достаточно большая школа много преподавателей мне дали такой шанс потому что я завалил урок с методистом это был живой урок с методистом или нужно было провести урок я не подготовилась потому что я думаю типа вот из разряда вот я вот это вот прочитала думаю но сейчас я скажу типа банана apple мне скажут новые приняты но нет вот мне сказали надо готовить получше пришлось подготовиться вот меня взяли все работаем 6 лет радуемся вот также я рекомендовала двух преподавательниц они просили реферальную ссылку то есть это когда ты можешь порекомендовать у одной из них не было профильного образования педагогического вот ее не взяли со второй девушка я не помню что было но как бы вот тоже на ней прошла отбор две мои одногруппницы они работают тоже давно но у них тоже есть профильное образование закончена магистратура они работают skyeng тоже уже лет по 5 собственно поэтому про первокурсников я не слышал истории чтобы там работали я знаю много преподавателей skyeng по долгу службы да потому что мы амбассадор мы общаемся мы коммуницируем в чатах и все это преподаватели которые достаточно очень квалифицированные преподаватели плюс еще которые работают переводчиками ну то есть достаточно сильные люди плюс еще давайте не забывать тот факт что если ученик приходит и ему не нравится преподаватель он может его поменять то есть никто вам не говорит что если ученик выбрал преподаватель он будет не до пенсии сидеть такого не будет то есть если не устроило вот я говорю что у меня был мальчик который три раза менял преподавать ну вот не сошелся с характером такое тоже бывает так что это не так это не правда вы бы сами рекомендовали своим коллегам и друзьям тут преподавать ну как я уже говорил да я рекомендовала собственно их не взяли но рекомендовала но в принципе да я бы рекомендовала потому что как старт это классная штука онлайн школа в любом случае я всем всегда говорю что в онлайн школе есть развитие я ну как бы этому пример потому что я сейчас являюсь амбассадором я штука амбассадор амбассадор человек который представляет школу то есть вот например меня взяли на прожарку например да собственно как преподаватели там у нас сколько-то тысяч преподавателей но взяли меня потому что я там являюсь амбассадор плюс еще вы можете вести разные воркшопы вести разговорные клубы то есть ну школа онлайн это масса возможностей потому что работать просто репетитором ну не хватает как говорится движухи да то есть вы будете просто работать постоянно и у вас будут одни и те же дни и не будет развития может быть у кого-то но есть но это очень 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 редко когда он онлайн школу такой предоставить но опять же зависит от того какой у человека если вам это надо окей если не надо ну собственно надо не надо пошло так так и следующее что вам больше всего нравится и не нравится в skyeng только честно ну нравится мне я уже говорил неоднократно это развитие потому что я например вела уроки у известных блогеров в качестве во первых рекламы ну приятно увидеть свое лицо да у блогера у которой там 12 миллионов подписчиков потом возможности возможности да это развитие ну как я уже говорила повышение заработной платы так и что еще что мне не нравится но не нравится как сказать мне как преподаватель который 158 лет уже здесь работает мне не нравится что как бы не дополняют материалы часто и по авторским правам я понимаю что это такое что по авторским правам не могут добавить какие-то уроки например раньше были уроки связаны с гарри поттером со спешариками но понятное дело что по авторским правам пришлось их убрать это было грустно но мы все это понимаем то что это как бы бизнес вот мне бы хотелось больше таких разнообразных материалов для детей потому что для взрослых для подростков все супер для детей не хватает если честно какого-то вот такого движа в мультиках мультиках в играх но здесь уже как говорится мы ничего не можем сделать с этим да ну как вы рассказали есть возможность если что что-то от себя тоже добавлять вот это все если вы не услышали ответ на свой вопрос вы можете задать его мы ответим ответим пока есть такая возможность давайте спрашивайте чтобы не читать потом комментарии какие-то непонятные что первокурсники здесь преподают реальный вопрос коллеги если есть у всех есть возможность включить микрофон и задать свой вопрос голосом и тогда пока все думают о своими вопросами я еще к вашему ответу про рекомендации друзьям и коллегам задам такой вопрос аж как вы относитесь к рекомендации с точки стабильности и вот этим фактором из-за которых очень часто делают выбор в пользу например государственных школ что вы скажете по поводу вот этого вопроса стабильности еще раз вопрос в плане стабильности в плане многие говорят что вот например в школе работать преподавателям газа стабильнее чем в онлайн школе будет любой центр слушайте но здесь если вам важна стабильность в чем в доходах но как бы в школе я знаю что зарплаты сколько там я не говорю сейчас про москву мы опускаем москву я сама живу в липецке в школе зарплата 25 тысяч 30 но у меня такая зарплата не очень устраивает и стабильность такая в 25 30 тысяч меня тоже не очень устраивает меня устраивает психическая стабильность да потому что в онлайн школе она у нас есть в школах я знаю тоже по роду своей службы много молодых специалистов которые тут просто убежали потому что ну это невозможно вывести особенно если молодой потому что на тебя завали вваливают огромное количество дел бумаг классных руководств и всего прочего и я знаю девушку которая ушла из школы сейчас она работает с к н к она говорит слава тебе господи что я оттуда ушла опять же школа разные но честно на моем опыте я больше слышу негативных отзывов в школу от школы и те преподаватели которые ушли из школы в онлайн школу да в частности например там нашу sky они сейчас безумно рады конечно но я их понимаю я сама работала в детском саду когда только начинала кстати на детском саду и в skyeng я ушла из детского сада полностью skyeng и чему очень рада на самом деле хорошо так но все все равно преподаете в основном детям да да надеть подростки отлично спасибо за ответ и такой еще вопрос очень часто бывает миф про то что очень много разовых уроков а на постоянных учеников выйти достаточно тяжело то есть постоянно преподаватели проводят по одному уроку ученики приходят уходят приходят уходят как у вас в практике обследовать вопрос в смысле в skyeng разовые уроки да 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 skyeng я не знаю но это из разряда первокурсников идет в комментариях в ютубе кто-то это прочитал потому что такого у нас нет у нас приходят ученики на постоянку сразу то есть они покупают готовый пакет уроков и приходят то есть вы видите сколько у него на балансе уроков у нас нет такого что разово приходят ученики ну как бы я вообще первый раз слышно на самом деле но это тоже из разряда популярных мифов которые мы успешно раскрыли на отлично так коллеги если есть ага вижу кто-то просит микрофон так ну ждем еще 30 секунд если у кого-то появляются вопросы можно их задать да день добрый коллеги сейчас слышно смотрите никита беспокоит в чем собственно вопрос где-то месяца два назад я поддавал заявку на преподавание но ну на преподавательство skyeng я там оформлял видео визитку и так далее но в тот момент там по итогам разговоров меня развернули и вот вы сейчас упомянули что фактически перенаплыв преподавателей он фактически у вас имеется и вопрос если вот раньше сотрудничали со skyeng там я мы преподавали с отделом маркетинга всякие выездные мероприятия во всяких торговых центрах детских лагерях в разговорных клубах со взрослыми и сам собственно являюсь преподавателем в москве в государственном университете и стоит ли с учетом вот вашей нагрузки по преподавателям отправлять видео визитку еще раз если вот первый раз был получен собственно отказ я здесь отвечу заранее на этот вопрос что у нас есть возможность совмещения с вашей другой работой но вам лучше разбирать этот вопрос после как вы оставите заявку то есть да смысл есть потому что есть возможность совмещения и у нас очень много кейсов людей которые совмещают skyeng с какой-то своей другой параллельной работой поэтому этот вопрос вам лучше уже потом уточнять с методистом но вы можете обратить внимание на среднюю нагрузку то есть не указано количество часов которые мы просим открывать у преподавателей то есть на стандартное направление это от 12 часов в неделю и на премиум направление от 20 часов в неделю если вы понимаете что вы столько не сможете уделять то конечно мы сейчас на данный момент сразу можем сказать что заинтересованы в поиске вот таких преподавателей если вы понимаете что у вас есть такая возможность то смело оставляйте заявку и уже дальше конкретнее про свою загруженность поговорите с методистом на тренировочном уроке и после процессе уже обработки заявки а если нет специального образования и ну в качестве преподавания и в качестве там нет каких-либо документов которые бы подтверждали уровень английского языка и только считайте там семилетняя практика есть и свои там локальные ученики которые до сих пор если есть опыт преподавания то вы можете оставить заявку и дальше уже по результатам тренировочного урока вас распределят на какой-либо из направлений и соответственно скажут где вы можете в каком направлении преподавать то есть опыт преподавания он влияет да пожалуйста спасибо за вопрос еще у кого-то появились ли вопросы здравствуйте есть два вопроса первый распределение учеников происходит автоматически или учитель может выбрать анна я думаю что здесь вам лучше сказать как это на практике происходит учитель не выбирает учеников выбирают ученики учителя то есть как происходит момент я сама просто обучалась в skyang в плане обучение с нейтивом так что я знаю эту кухню и изнутри и снаружи в общем вы как ученик проходите урок водный с методистом он определяет ваш уровень дальше у вас открывается открывается список учителей вы вбиваете время которое вам нужно и дни и вас выпадают учителя которые свободны на это время вот и дальше уже включается вот эта вот штука с профилем дальше ученик идет и выбирает учителя исходя ну по своим предпочтениям что ему нравится что мне нравится и все и дальше потом ученик выбирает вас и у вас потом в системе отображается что к вам добавлен новый ученик и так это происходит такой вопрос если например понимаешь что я не хочу готовить к экзамену да но я готова работать просто на базовом английским возможно это так показать в анкете чтобы ученик с профильным запросом не выбирал меня без проблем конечно наоборот когда вы готовите только к экзаменам вы пишите я готовлю только к экзаменам и вас назначают прикрепляют к отделу экзем то есть каждый учитель прикреплен к определенному отделу если я преподаю в sky smart я преподаю детям не не могут записать там владимира 36 лет да потому что это собственно немножко другое направление это взрослое поэтому здесь ну как как вы хотите у меня например есть в профиле у меня указано у вас будет профиль там будет указано к чему вы конкретно готовить если вы не готовите к экзаменам вам не имеют права в принципе дать и я даже больше скажу вы имеете право отказаться если к вам добавлять ученика с названием там игоря да вы говорите я не готовлю все до свидания мне такого не надо его перенаправить к другому преподавателю и еще такой вопрос мне очень я уже первый этап там тестирование прошла мне будет скоро на следующей неделе встреча с методистом мне очень нравится платформа я ее нахожу действительно такой увлекательной и уникальной я хотела знать если в планах у руководства повышать как бы цену за урок тем кто приходит да ученики ну и соответственно вслед за этим повысить цену учителям за их работу о таких планах соответственно информируют когда это уже входит работу и новые новое ценообразование для учеников и новое ценообразование для учителей поэтому мы все узнаем соответственно когда это будет в ближайшем будущем пока что такой информации нет вот поэтому вся актуальная информация по мере поступления понятно потому что я помню 10 лет назад я репетитором работала потом не была пауза в психологии ушла и тогда как бы сама набирала учеников у себя в городе и вот тоже sky inc рассматривала но тогда помню там по моему 300 рублей за урок как бы как бы прошло 10 лет понимаю что цены в два раза выросли и как бы тогда я брала тысячу за урок сейчас 2 и мне вот интересно как sky inc позиционирует сможет ли он также себя как ну вот такую классную платформу показать и из учеников но не полторы тысячи например как сейчас а две тысячи брать хотя бы ну и соответственно учителю больше платить но в премии он так берет по факту 2000 ну как бы там зависит от пакета сколько ученик покупает уроков такую цену собственно и платит чем больше не уроков тем меньше цена но тут надо еще понимать что как бы вы ведете урок но еще же включается работа программистов методистов менеджер и прочего вот это то есть если вы частный репетитор понятное дело вы открыли зум и вы ведете зум не получился собственно урок отменился здесь числа штата поэтому тут как бы ну вот так да понятно просто хочется чтобы так уникальность показал sky inc всем своим ученикам чтобы они были готовы побольше они тогда может быть и готовы но просто сам факт того что вы же понимаете вы не только там одно звено там это же огромная школа там надо всем платить зарплату поэтому они могут взять две но не факт что вы получите с них полторы да условно говоря потому что не только вам пасится но еще и всем угу да спасибо спасибо большое за ответ да спасибо вам за вопросы так коллеги еще у кого-то есть желание задать свой вопрос или если нет то мы будем заканчивать и так ага вижу здравствуйте меня слышно да да сейчас упомянули что скоро этап исследования с методистом вот можете подробнее о нем рассказать может какие-то советы дать чтобы ну точно пройти его да а на вопрос я думаю к вам по поводу того как проходит тренировочный урок и как лучше к нему подготовиться кстати говоря у нас есть специальный материал его можно найти везде в наших закрепленных постах и на сайте вот ну и соответственно как лучше подготовиться какие есть советы рекомендации чтобы успешно пройти этот тренировочный урок а я просто слышал вопрос сейчас был вопрос да да вопрос был но вот собственно я повторяю как проходит тренировочный урок как к нему лучше подготовиться какие у вас есть рекомендации чтобы успешно пройти блин проблема в том что когда я его проходила это было очень давно сейчас насколько я знаю что вы отправляете аудиозапись по этой аудиозаписи оценивают ваше произношение дальше тренировочный урок с методистом я не знаю сейчас есть он или нет да 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 если он есть значит вы должны показать в первую очередь не только знание языка но и способность коммуницировать то есть это основное особенно если вы там пробуетесь на тинейджеров либо на детей потому что здесь смотрят прежде всего на аспект в плане наверное психологический как вы взаимодействуете то есть как вы разговариваете опять же смотря на какое направление если премиум то там четко отслеживают речь то есть наличие ваших ошибок в вашей речи если это английский вот ну то есть я к чему веду к тому что это должен быть не только механически построенный урок но и в плане вы должны показать как вы коммуницируете с студентом то есть ваша реакция в целом да какой вы человек сам по себе да устроилась недавно у меня такой вопрос например ученик купил курс вот мы его полностью прошли от и до дальше какие мои действия что нужно делать спасибо может нам покажется вопрос смешным но я действительно пока не понимаю это не смешной вопрос это абсолютно адекватный вопрос я вас понимаю когда я только устроилась работать уже не понимала что делать если методист поставил один уровень собственно а ученик пришел у него совсем другой уровень да у меня тоже был ступор если вы прошли один уровень берите следующий если вы понимаете что ученик не готов для следующего уровня берите либо уровень пониже либо начинайте комбинировать то есть new general teenagers да у вас там есть курс хороший 20 facts about me что-то такое там есть это очень хороший курс в плане словарного запаса берите оттуда уроки плюс еще комбинируйте там еще у вас есть грэмор какой-то грэмор отсек с грамматикой связаны то есть тоже берите оттуда у вас там по тинейджерам огромный блок то есть вы можете комбинировать как хотите берите оттуда нет Анна у меня взрослые ученики взрослые ученики вот допустим мы с ним закончили курс new general pre-intimidiat что дальше с этим учеником делать на какой курс дальше идти мне самой предлагать или что дальше а на advanced он не тянет если тянет на advanced переходи на advanced или что там интерведи а если я advanced не веду это не мой уровень я его передаю кому-то другому правильно введете я отведу причем у тинейджеров потому что мне больше с ними нечего брать они очень умные что же я с ними сделаю advanced это обыкновенные уроки там просто ну чуть сложноватая лексика и там как сказать там темы такие они ну для взрослых скажем так там типа child free vacation там work life balance вы спокойно можете увидеть вести все нормально спасибо большое за ответ такой профессиональный уже вопрос так и еще ждем желающих с вопросами напоминаю что если потом какие-то вопросы приходят в голову после эфира то можно писать их в комментариях тогда если желающих и вопросов нет то будем завершать эфир Анна можно пожалуйста на последний слайд так спасибо что были с нами да спасибо что были с нами если что можно оставить заявку по вот этому qr-коду либо по любой ссылке на нашем канале или в любой другой соцсети коллеги если у вас еще будут какие-то вопросы мы всегда их ждем в комментариях или в личных сообщениях в любой соцсети всем спасибо что пришли на эфир Анна большое вам спасибо что сегодня ответили на все вопросы всем помогли разобраться все рассказали привели свои примеры и личный опыт большое спасибо было очень приятно привести с вами этот эфир до свидания все коллеги всем хорошего вечера и